Погода прекрасная. Совсем не осеннее солнце отражается в куполах храма Георгия Победоносца. А колокола возвещают об окончании службы и начале нового дня. Но сегодня день особый, а потому после литургии прихожане остались еще на одну молитву. Церковь твою святую, край наш и град наш, от всякого зла до обстояния избавляй. С благодарственной молитвы начался рабочий день и у представителей администрации района. По старой русской традиции власть земная благодарила за помощь власти небесной. Всем нам, кто сегодня молился за этим богослужением, всем жителям нашей богоспасаемой Витнерской земли, желаю Божьего благословения и человеческого счастья. После молебна жители города, глава районной администрации Олег Хромов и председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцель в сопровождении почетных гостей и представителей духовенства возложили цветы к вечному огню, памятника павшим в Великой Отечественной войне. Суббота, 10 утра, казалось бы, выспаться после трудовой недели, но в центре Видного уже довольно людно. Последний раз проверяют звук на сцене, народ движется в сторону улицы Советской. Традиционно день города и района начинается с праздничного шествия, в котором участвуют представители коммерческих, муниципальных и общественных организаций. Дата в этом году не круглая. Жители города отмечали 87 лет со дня основания Ленинского района и 51 год городу Видное. Тем не менее, более 800 человек прошли праздничными колоннами по улице Советской. Символично, что возглавлялись шествия семьи, в которых в этом году родились двойняшки и тройняшки. 64 семьи Ленинского муниципального района отпраздновали двойной или тройной день рождения. В этом году шествие проходило под лозунгом «Я, ты, она, он вместе Ленинский район». Помимо многочисленных жителей, участников парада с почетной трибуны приветствовали ветераны, заслуженные люди города, представители городской и районной администрации. Дорогие жители нашего района, уважаемые ветераны, я хотел бы сегодня от всего сердца поздравить вас с днём нашего прекрасного района, Видновского края, с днём города Видное. И, конечно же, пожелать нашей дружной семье в такой замечательный день мира, добра, улыбок и дальнейшего процветания. С праздником! После праздничного шествия и его участники, и жители города могли посетить ярмарку, которая развернулась на советском проезде. Более 30 различных организаций представляли здесь свои услуги. При желании посетители совершенно бесплатно могли проверить своё здоровье, сделать ребёнку весёлый грим, продегустировать продукцию местных производителей и даже выбрать будущее место учёбы. Мы представляем профессии и специальности, которые может предоставить будущий митриент наш колледж. Это автомеханики, ремонт и техническая эксплуатация оборудования, это повар-технологи, это юриспруденция. Торжественная часть праздника продолжалась на центральной сцене у кинотеатра «Искра». При моральной поддержке местных артистов в лице Илоны Броневицкой и Алексея Глазина здесь вручали награды и грамоты людям, которые внесли значительный вклад в развитие города и района. И за это она получает звание лаурея Ленинского района. Более 20 жителей района получили награды и памятные подарки. Одним почётным гражданином района стало больше. В нынешнем году это звание получила Ирина Валентиновна Архангельская, председатель Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. 30 лет тому назад я приехала в этот город с севера, где мы служили на северном флоте в городе Североморске. И ни разу, ни одного дня я не пожалела, что мы выбрали именно этот город. И хочется жить, работать и так дальше, предложить людям, людям труда. Праздник продолжился и с заходом солнца. Семейный альбом. Такими словами вкратце можно охарактеризовать концепцию праздничных мероприятий. По замыслу организаторов, подобно тому, как в семейном альбоме каждая фотография показывает жизнь семьи, так и каждый житель города, любящий и уважающий родной край, является частью большой семьи Ленинского района. На эту сцену я хочу пригласить звёзд нашего спорта, нашу легендарную команду 30-ти кратных чемпионов России, чемпионов Европы, команду «Металлорг». В ходе вечерней программы, где приняли участие звёзды российской эстрады, состоялось награждение спортсменов, которые являются особой гордостью Ленинского района. Памятные знаки получили члены мотобольной команды, а также новая спортивная звезда района, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов. Знаком главы Ленинского муниципального района Московской области за личный вклад в развитие района награждается Рылов Евгений Михайлович. По российским меркам, Ленинский район Московской области не самая большая административная единица. Насколько прекрасных людей дают нам повод гордиться своим родным краем. А День города – прекрасный повод для каждого жителя ещё раз почувствовать себя частью большой дружной семьи. Максим Козлов, Владимир Бижёнов, Елена Кошелева. Видное ТВ.